Привет мои лунные котята, сегодня мы поговорим о полезных свойствах кокоса. А перед началом просмотра данного ролика не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить палец вверх. Кокос. Кокос обладает рядом полезных свойств и может улучшить состояние организма при многих заболеваниях. Кокос известен в первую очередь высоким содержанием различных жирных кислот. Маслами богата именно мякоть кокоса, а в жидкости внутри плода много антиоксидантов и минералов. Именно благодаря им кокосовая вода так хорошо утоляет жажду. Кокосовая мякоть очень питательна, восстанавливает силы и устраняет мышечную усталость. Пантеновая и фолиевая кислота и витамины группы В важны в обменных процессах и для работы иммунной и нервной системы. Немало в кокосе калия, магния и йода. Они поддерживают сердце и сосуды, а йод необходим для эндокринных желез. В мякоти кокоса много клетчатки и жирных кислот, которые полезны для флора кишечника. Небольшое количество этого продукта снимает воспаление при язве желудка и кишечных колитах. Витамин Е считается витамином красоты и полезен для кожи. Кокосовое масло питает и освежает кожу, замедляя процессы старения, борется с небольшими воспалениями. Лауриновая кислота подавляет патогенные микроорганизмы. Также масло кокоса улучшает состояние волос и ногтей. Кокос рекомендует есть всем людям, которые занимаются спортом или тяжелой физической работой. Для поддержания сил не помешает мякоть ореха и беременным и кормящим мамам. Благодаря высокому содержанию клетчатки, кокос усиливает перистальтику кишечника и борется с запорами. Масло обволакивает воспаленные слизистые и ускоряет их заживление, поэтому кокосовое масло рекомендовано при язве желудка, гастрите, колите. Кокосовое масло активно используется при массаже и в косметологии. Лауриновая, олейновая и каприловая кислоты полезны для кожи. Они поддерживают водный баланс, активизируют обменные процессы и обладают заживляющими свойствами. Кожа насыщается питательными веществами и становится более увлажненной. Но на жирной коже высок риск появления закупоренных пор, поэтому масло больше подходит для сухой кожи. Кокосовое масло можно использовать и для волос, а также ногтей. На его основе изготавливают мыло, кремы и бальзамы. Витамин Е в составе мякоти укрепляет стенки сосудов, снижает риск атеросклероза и в целом улучшает состояние сердца и сосудов. В день можно есть не более 100-200 грамм свежего кокоса и обязательно следить за калорийностью. Вред. Кокос содержит большое количество калорий, поэтому противопоказан людям с ожирением. Из-за высокого гликемического индекса, при сахарном диабете кокос лучше есть только с разрешения врача. Кокос содержит много клетчатки и является естественным слабительным. У людей, склонных к диарее, кокос, особенно свежий, может вызвать обострение. Также такую тяжелую пищу лучше не давать детям до двух лет. У аллергиков от кокосового ореха возрастает риск аллергических реакций. Всем пока и до новых встреч!